В суде Калининского района решили дальнейшую судьбу Эдварда Крауза, подозреваемого в убийстве многодетной матери. У него истек срок содержания под стражей. Прокурор требовал продлить срок заключения. Защита же просила о более мягкой мере пресечения. Какое решение принял суд, знает корреспондент агентства чрезвычайных новостей. В зале суда 44-летний Эдвард Крауза ведет себя спокойно и кажется надеяться, что сегодня его отпустят из СИЗО номер один. Мужчина думал, ему поменяют меру пресечения на подписку о невыезде или домашний арест. Как заявил Крауза, он не хотел убивать мать троих детей Эстер Альварес. Все это вышло случайно. Он заявил о том, что обрез, из которого был произведен выстрел, лежал у него на плече. Между ним с потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого его рука, которая находилась на спусковых курках, сорвалась и он произвел по неосторожности два выстрела. Но изучив все доводы, суд решил продлить Краузе меру пресечения. В СИЗО он проведет еще 21 день. Обещание в проведении, это был несчастный случай. Все об этом знают. Я дал яску с повинной. Сам стал, стал. Так вы же уезжали, вы же были в международном розыске. Да, я уезжал. Он не скрывался. Была попытка скрыться. Тем временем следствие утверждает, Эдварда Краузе нужно оставить под стражей, ведь на свободе он может воздействовать на свидетелей, мешать ходу следствия. К тому же у него есть непогашенная судимость за причинение тяжкого вреда здоровью. Краузе не имеет устойчивых социальных связей. Он ранее находился в розыске. Находился в розыске по данному уголовному делу. Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности. Поэтому считаю, что имеются все основания для продления. Было поддержано. Судом удовлетворено. Напомним, в марте мать троих детей, Эстер Альварес, уехала праздновать свой день рождения на базу отдыха в Зюраткуль. Через несколько дней позвонила родственникам и сообщила, что выезжает в Челябинск. С тех пор на связь больше не выходила. И тогда полиция и волонтеры начали ее поиски. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийства. Сначала сотрудники полиции нашли рейндж-ровер Эстер Альварес. Внедорожник был на платной стоянке в Челябинске. Потом нашли ее телефон у перекупщиков. А тело многодетной матери с огнестрельным ранением возле деревни Кундровы в Чебаркульском районе. Предполагаемый убийца Эдвард Краузе улетел в Египет и был задержан по возвращению. Сначала он не признавал своей вины, а потом написал явку с повинной. Это эксклюзивное интервью Эдвард Краузе дал 31-му телеканалу в СИЗО. Также он заявил, что в камере следственного изолятора ему не по себе. Он даже стал слышать странные голоса в голове. Потом, я думаю, есть какие-то таблетки, чтобы я хотя бы спал. Я сплю, у меня какие-то там голоса начали появляться. Я не хочу с ума сойти, я жить хочу. Я здоровый, нормальный парень, у меня есть работа. Я знаю, что я выйду. Я знаю, что он не потерялся в жизни. Удалось выяснить, что этот человек дважды менял свое имя и фамилию, а также был неоднократно судим за кражи. Предположительно, судебный процесс по делу об убийстве Эстер Альварес сможет начаться уже этим летом. Оксана Кравцова, Иван Лоизов, 31 канал. Во второй части выпуска покажем мужчину, которого поймали на краже женских колготок. Не переключайтесь. Продолжение следует...